друзья вас приветствую это канал веселый инженер меня зовут андрей сегодня отвечу на вопрос который мне задают все чаще и чаще поэтому я решил на него собственно говоря ответить целым видео это как проверить подшипник при его покупке тем более сейчас стало это очень актуально потому что импортных становится все меньше там китайские основном завозят и всякое такое а прочее поэтому этими знаниями необходимо вам вооружиться и так давайте для начала посмотрим основные элементы конструкции подшипника это естественно сепаратор внутреннее кольцо наружное кольцо их еще называют обоймы и тела качения но естественно сепаратор удерживает тела качения чтобы они не вываливались и вот эти вот все четыре элемента конструкции позволяют вашему подшипнику оптимально выполнять свои основные функции а это функция опоры и передача вращения и так вот примеру у вас есть подшипник он трудится в каком-то узле то есть не у вас есть подшипник у вас есть какой-то механизм в котором установлены определенные подшипники и рано или поздно подшипник ваш выходит и строит и конечно может быть не такая физическая поломка то есть подшипник может начать люфтить скрипеть скрежетать или вовсе заклинить и тогда уже конечно неминуемо будет такой вот результат это да у вас интересно встает вопрос как выбрать подшипник и какой купить сейчас почему много задают такие вопросы потому что подшипник разломался вы посмотрели маркировку такого подшипника в продаже нет это может быть какой-то немецкий испанский подшипник да итальянский американский и поэтому у вас тут вопрос а что же мне покупать и дальше вы приходите на рынок и вам советуют 1 попавшийся говорят туда подороже он получше этот подешевле он похуже конечно что брать это выбирать вам но определенный комплекс мер вы должны предусмотреть давайте быстро пробежимся по основным причинам поломки подшипников это неправильная посадка на валу и в корпусе это дефектные посадочные места подшипник на валах корпусах перекос или несоосность неправильный монтаж плохое смазывание неэффективное уплотнение попадания грязи и т.д. неправильная эксплуатация и качество подшипника обращение и его хранение вот последний пункт он конечно наиболее будет для вас важен именно при покупке вы должны будете обратить внимание на ряд вопросов которые мы сейчас с вами рассмотрим а все предыдущие это вам пригодятся для того чтобы после монтажа знали как правильно эксплуатировать ваш подшипник и чтобы следующая покупка такого узла у вас была совсем не скоро частые вопросы при покупке подшипника я покупаю подшипник новый и у официального представителя он может быть не так не стоит рассчитывать на то что деталь абсолютно новое приобретается официального представителя попадаются подшипники с отклонениями или повреждениями даже в таких случаях официально опускается выпуск продукции с отклонениями не более 5 2 вернее процентов от партии действительно это даже со слов и импортных наших коллег они говорят что это около 2 процентов может быть с отклонениями и эти отклонения могут быть как незначительные аки которые уже будут привести к преждевременному выходу из строя вашего подшипника можно ли установить подшипник аналогичный по размерам и другой по конструкции например вместо ролика установить шариковый не рекомендуется менять подшипники в узлах механизма на похоже по конструкции такая замена может привести к негативным последствиям как работы самого подшипника так и всего узла где он установлен такая замена возможно исходя из рекомендаций производителя механизма куда устанавливается подшипник или в случае если вы обладаете определенными компетенциями в данном вопросе конечно компетенция в большинстве случаев вы не обладаете но бывает такая ситуация что человек какой-то имеет такой же механизм он поставил на свой страх и риск другой подшипники он работает в принципе хорошо то можно прислушаться к нему это же установить такой подшипник но самое лучшее это ставить подшипник который рекомендует сам производитель вашего механизма и так на что же обращать внимание при покупке подшипника то есть если вы собрались его все-таки покупать то обратите следующее внимание на следующие вопросы визуально что можно визуально посмотреть целостность упаковки обязательно проверяйте то есть чтоб не было вмятины и так далее потому что любой удар может привести к каким-то последствиям которые в принципе даже могут быть визуально не видны но они могут уже отразиться процессе эксплуатации следы коррозии не должно быть никаких следов коррозии не на сепараторе не на наружном внутреннем кольце потертости также не допускаются трещины и сколы это тоже внимательно на распакуйте подшипник посмотрите желательно дневной свет чтобы не было ни трещин и сколов если они есть лучше попросите чтобы вам дали другой прижоге это такие пятнышки они будут видны бывает при шлифовании появляются прижоге из колец да и когда эти прижоги происходят в этих местах подшипник не уже становится более мягкий соответственно его ресурс будет значительно сокращаться деформация сепараторов но опять же это все визуально вы можете посмотреть наличие заводской консервационной смазки то есть он должен быть такой немножко жирненький да раньше там опускали практически солидолом был весь солидоле сейчас он такой такая чуть-чуть жирненькая смазка но она обязательно должна быть это говорит о том что он был защищен от коррозии поверхности должны быть с хорошей шероховатостью зеркальная зеркальная написал для того чтобы вы понимали то есть если они такие вот видно что эти матовые матовые да то есть это не совсем хорошо как внутренняя сторона наружного допустим кольца да как и посадочный диаметр должны быть гладенькие без всяких задиров шероховатости должна быть на высоте уже проверить уже не визуально при вращении наружного кольца подшипника должны отсутствовать скрежет стуки перекаты и подклинивание ошибки должен вращаться легко и останавливаться плавно без заедание это обязательно должно быть это самый такой примитивный способ проверки то есть берете вы за нару внутреннее кольцо до вращается наружная либо если на ступица внутреннего кольца выступает ставите на стол вращаете и он должен равномерно вращаться если так не происходит то и работать он будет соответственно также он либо будет гудеть либо шуметь либо ресурсово будет намного меньше измерить диаметр наружного кольца подшипника и измерить внутренний диаметр подшипника сейчас полетят меня много всяких комментариев что типа да ну они обычно всегда соответствуют нет ребята есть так конечно сказал два процента от партии но будет совсем неприятно если вы купите подшипник где-нибудь на рынке приедете в гараж начнете его ставить а он просто сядет либо в посадочное место вашего корпуса либо не напрессуется на вала либо при напрессовке просто лопнет потому что будет не соответствовать размер поэтому вот это все если проверить то с большой вероятностью вы получите хороший и качественный подшипник спасибо за просмотр удачного покупки вам подшипников подписывайтесь на канал и не забывайте делиться видео всем добра пока пока